Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать Мияги Самурай. Но прежде чем буду слушать новый клип, да, я так поняла это? Я хочу передать привет Владиславу. Он просил, и поэтому я такая сегодня добрая. Но это не значит, что я буду всем подряд передавать привет, а то я знаю вас, сейчас начнёте мне кидать. Итак, Мияги Самурай. Мияги Самурай Редко у них бывают клипы, поэтому интересно всегда что-нибудь там напридумывают. Мияги Самурай Она пела мне песни про лето, меняла меня меланхолика светом, баллада пирата, гумета летящая вдаль, умирали забытые кем-то и трепетом ветра окутала разум, и я очарованный дикими пазлами гетто. Сон наломал тех дров, а художник слепо рисует сюжеты. Мияги Самурай Мияги Самурай Мияги Самурай Мияги Самурай Мияги Самурай Мияги Самурай Мне очень тяжело понять, о чём. Мияги Самурай Любовь всегда побеждает. Вот, знаете, мне всегда нравится, даже вот, вообще непонятно про что, ну ясно, понятно, что про любовь и всё такое, но вот интересность, знаете, в чём, когда ты вот слушаешь порой музыку, да, даже если тебе непонятно слова, всё, ну вот, сама атмосфера, сама музыка, сами непонятные слова, они как бы обязывают тебя почувствовать всю серьёзность ситуации, вот, понимаете, вот, вот, меня ей всегда-то надо внимательно слушать, потому что вот эти переборы, они, ну, интересны, но они мешают понимать смысл, он всегда там есть, да, но вот так, вот. А здесь он тоже был, ну, как бы, вот его надо ни раз, и ни два, и ни три послушать, чтобы до конца понять, вот. Но вот эта серьёзность атмосферы, она присутствовала, а серьёзность, она всегда, знаете, как бы, обязывает относиться к этому серьёзно с пониманием, то есть, вот какая-то глубина чувствуется, понимаете. Допустим, опять сейчас буду сравнивать, ну, для примера с Моргенштейн, вышел, попрыгал, поскакал и ушёл, да, ну, весело, хорошо и всё, но глубины нет, просто, ну, какая-то такая, знаете, это мимолетность, мимолетность настроения для кого-то, вот. А у Мияги всегда есть глубина, и вот эта глубина, она заставляет не только думать, но она, как бы, имеет продолжение, то есть, такая музыка, она живёт гораздо дольше, чем та, которую исполняет Моргенштейн, потому что у Моргенштейна нет глубины и нет серьёзности. Попрыгал и убежал. А у Мияги надо подумать, там, это как-то, в общем, короче, ну, и вот, вот, это такая музыка и такая серьёзность, она обязывает, чтобы это было, ну, может быть, не на века, потому что на века, конечно, там, это классика жанра, и вообще очень мало кто, вот так, чтобы музыка была и в это время, и через, там, 10 лет актуальна, да. Но, в общем-то, Мияги всё-таки может претендовать на какую-то такую дальность своей музыки, то есть, чтобы это было не скоротечно. Вот, и вот тем ценен вот такой артист, потому что, ну, как бы, приятно всё-таки серьёзную музыку слушать, а не обо что. Вот и всё, что я хотела сказать. Всем пока!